Всем привет, с вами Влад205, это топ 10 самых свежих и интересных изобретений. Ежедневно в патентное бюро приходят сотни изобретателей, жаждущих запатентовать свои творения. О странных и необычных из них мы сегодня и поговорим. Десятое место занимает инвалидная коляска-вездеход. Её изобрёл российский предприниматель Роман Арахин. Сам инвалид-колясочник после авиакатастрофы. Его детище внешне больше похоже на квадроцикл, да и техническая начинка на высоте. Гироскоп, встроенные в сиденья компьютер, полный привод. Эта коляска легко разворачивается на месте, проезжает по любым дорогам, грунту, песку и даже поднимается по ступенькам. Роман уже открыл небольшое предприятие по производству колясок-вездеходов. Его продукцию покупают не только в России. Девятое место занимает железная рыбка от анемии. Всё началось с того, что канадский врач Кристофер Чарльз посетил Камбоджу и узнал, что население этой страны страдает от анемии. Проблему решили бы различные добавки и витамины, но камбоджийцы не могут себе этого позволить. Тогда Чарльз создал нечто гениальное и простое – маленькую железную фигурку рыбки. Её нужно бросить во время готовки в любое блюдо и варить как минимум 10 минут. Еда обогащается необходимым железом, а рыбка остаётся невредимой. Её можно использовать несколько лет. Нововведение уже вовсю используется. Те, кто постоянно использовал быту чудо-рыбку, вот уже год не сталкивался с проблемами анемии. Теперь доктор Чарльз хочет сделать свою железную рыбку доступной и для других развивающихся стран. Восьмое место занимает браслет от солнечных ожогов. Впереди курортный сезон, и многим из нас не помешало бы изобретение учёного Дэвида Хазафи из Ирландии. Браслет, который предупреждает владельца о передозировке ультрафиолета, меняя свой цвет с синего на прозрачный. Верный знак, что пора зайти в тень. Чувствительность материала может быть различной. Например, детские браслеты меняют цвет раньше, чем взрослые. Седьмое место занимает лак для ногтей, индикатор наркотиков. Четыре студента из США, послушав в новостях об участившихся случаях подсыпания насильниками наркотиков девушкам в коктейле, прониклись этой проблемой и изобрели специальный лак для ногтей. Вас угощает незнакомец? Опустите ноготь на несколько секунд в бокал. Если лак изменил цвет, в напитке содержатся наркотики. Шестое место занимает аппарат, позволяющий делать топливо из пластикового мусора. Идея принадлежит японскому инженеру, нашедшему способ сократить траты на топливо и сберечь экологию. С его помощью путем пиролиза получается бензин, керосин и дистопливо. Невероятно! Такие технологии сейчас очень нужны человечеству, но не нефтяным корпорациям. Пятое место занимает скальпель с углеродным покрытием. Это совместный проект наноцентра Мордовии и технопарка. Золотой призер всероссийского конкурса инноваций и обладатель гранта на миллион рублей. Казалось бы, ничего сверхъестественного, просто скальпель, кромка лезвия которого покрыта алмазоподобным веществом, что делает инструмент гораздо более прочным. Но важно даже не это. Главное, с ним срок после операционной реабилитации пациентов существенно сокращается, а значит выздоровление проходит быстрее. На мировом рынке аналогов данному скальпелю еще нет. Четвертое место занимает бионические линзы-бинокли. Автометрист из Канады Гаррет Веб изобрел миниатюрные линзы, улучшающие зрение до показателя втрое выше нормы. Для этого ему потребовалось 8 лет исследований и инвестиций на 3 миллиона долларов, но результат того стоил. Эти линзы могут стать прорывом в лечении различных заболеваний глаз. Кроме того, их не нужно снимать и надевать. Врач вводит их в глаз с помощью шприца. Третье место занимает умная тарелка. Это изобретение из США. Энтони Ортис проникся нелегкой долей всех людей, сидящих на диете, и разработал для них новую тарелку, которая определяет размер порции и подсчитывает калории в пище. Так он решил помочь своему отцу, который после операции вынужден тщательно подсчитывать калории. Принцип работы таков. Каждая из трех зон чудо-тарелки оснащена мини-камерой, которая распознает продукт, обращается к своей базе данных и вычисляет калорийность блюда, основываясь на весе и объеме порции, а также проценте содержания в еде жиров, белков и углеводов. Более того, тарелка сможет найти ошибки в питании, проанализировать меню человека за весь день. Ждем гаджет в продаже через год, летом 2016-го. Второе место занимает кресло-обнимашка. Американский бизнесмен Стюарт Джексон изобрел специальное кресло для детей, страдающих аутизмом. Дело в том, что детям с таким расстройством при различных нежелательных реакциях помогают крепкие объятия. Вот Джексон и придумал кресло с надутыми подушками безопасности, которые сразу обхватывают ребенка, когда он садится в кресло. На тело обеспечивается постоянное давление за счет специальных датчиков и насоса. Изобретение работает очень тихо, что особенно важно, аутистов раздражает громкий шум. Первое место занимает ароматный будильник. Вместо надоедливого трезвона он будет своего владельца ароматом, причем этот запах денежных купюр. Изобрел его 18-летний житель Франции Гием Роллом, причем уже воспользовался сервисом Кикстартер и привел инвестиции в свой проект. Новый будильник уже скоро поступит в продажу, причем по цене всего 65 долларов. Помимо аромата доллара планируется использовать запах кофе и свежей выпечки. С вами был Влад205, подписывайся на канал, ставь лайк и все такое. Пока! Тысячелетиями наша планета подвергалась ударам различных комет и другого космического мусора. Обычно львиная доля космических объектов сгорает еще в атмосфере, и к нам долетают лишних осколки, что не наносит серьезного урона Земле. Однако бывали случаи, когда до нашей планеты долетали настоящие монстры, которые нанесли большие потери. Где же и когда падали самые страшные метеориты? Десятая метеорита.